Привет, народ! Привет всем! Следующий закуп игр под номером 104, по-моему, и сегодня у нас пойдет речь про PlayStation 4 или даже про PlayStation 5 игры. Потому что, как вы знаете, все игры сейчас поддерживаются, слава богу, по обратной совместимости на консолях PlayStation 5. Так вот, если кто впервые на канале из вас, вам, конечно же, всем большой привет! Здравствуйте, присаживайтесь поудобнее, как говорится. Мы скоро начинаем, и я вам немножко расскажу мою систему коллекционирования. То есть, вы видите, на канале у меня все крутится вокруг Xbox. То есть, так уж получилось, что я коллекционирую все игры на Xbox. Но на PlayStation 4 и PlayStation 5, как вы можете, опять же, догадаться, так как игры все идут по обратной совместимости, повторюсь, я покупаю только те игры, которые не выходили на физических носителях для консолей Xbox. То есть, я собираю вообще, стараюсь собирать игры только на физ-носителях. И вот сегодня мы распакуем несколько игр, которые также есть на Xbox, но только, к сожалению, в цифре. То есть, вы эти игры сможете купить только в цифровом виде в Microsoft Store, например, и скачать цифру. Мне это не сильно подходит, так что я вынужден, вынужден, конечно же, покупать эти игры для PlayStation 4. Потому что это, знаете, как говорится, из двух бет нужно выбирать одну. Эти игры также, некоторые из них присутствуют на Nintendo Switch и на PlayStation 4. Но из этих двух консолей я, конечно же, предпочитаю PlayStation 4. Так вот, ребята, вообще у нас сегодня должно было быть около 20 игр, а точнее, если сказать, 18. Но я так подумал-подумал, нам опять придется здесь, пришлось бы здесь торчать до новых веников. Мне плюс еще геймплей записывать. Это все очень долго, муторно, ребята. И столько времени именно сейчас у меня, к сожалению, нет. Так что я решил видео разбить на две части. Сегодня мы посмотрим на 10 игр. И в следующий раз посмотрим также на 10 игр. До следующего момента я, может быть, еще две игры докуплю, потому что там должно кое-что выйти. Как-то так. И, как вы знаете, вообще, опять же, для всех новичков, кто на канал зашел впервые, вы не увидите в моих вот этих распаковках игр какую-то банальщину. То есть, вы не увидите Assassin's Creed, вы не увидите Far Cry, вы не увидите Watch Dogs, Spider-Man и вот это все. Вот эти эксклюзивные игры PlayStation. Нет, это все уже у меня давно есть в коллекции. Сейчас же я покупаю игры, которые очень-очень трудно и иногда даже невозможно купить на физических носителях. Так что, ребята, я думаю, нам всем будет интересно посмотреть, что я сегодня прикупил. Как вы видите, 10 игр, как я уже сказал, все запакованные, все запечатанные. И, как вы видите, на заднем плане я поставил чисто для красоты консоль PlayStation 4. Это 11 версия, как вы видите, белый вариант. Но весь геймплей, который вы сегодня увидите в этом ролике, в этом видео, он весь, конечно, будет делаться на консоли PlayStation 4 Pro. Так что, ребята, давайте будем начинать. И начать я бы хотел с обалденной игры под названием Zong of Horror. Эту игру я жду уже давным-давно на физическом носителе и, к большому моему сожалению, эта игрушка выходила или вышла только для PlayStation 4. То есть, на боксе она вышла в цифровом виде. К сожалению, я был вынужден, конечно же, купить ее на физическом носителе для консоли PlayStation 4. И, ребята, что это вообще такое? Это олдскульный сурвайвл-хоррор. Он не столько сурвайвл, сколько обыкновенный хоррор. То есть, здесь нас ждут стандартные, как принято по старым канонам в Resident Evil, статичная камера. То есть, у нас здесь нет полного 3D, как такового. Мы должны убегать от ужаса какого-то, от врага какого-то или от врагов. Я не знаю, может быть, их здесь много. И, вы знаете, вы не можете драться против этого врага. У вас нет вроде бы никаких пистолетов, автоматов, насколько я знаю. Хоть бы сейчас вам что-то, глупость какую-то не сказать. А нам нужно именно от этого ужаса убегать, прятаться. Это круто. Что-то напоминает Haunting Ground, но это абсолютно две игры, которые нельзя сравнивать. Так вот, вы посмотрите, в каком она вышла издании. Это у нас, судя по всему, Deluxe Edition. И я предлагаю сначала его вскрыть и уже потом рассматривать. Потому что пленка вот эта, она все искажает. И вы видите, да? И я здесь уже могу посмотреть. Ребята, там помимо диска у нас еще есть какие-то книженцы. Я не знаю вообще, что это за издание. И как я уже много-много-много-примного раз в моих видосах говорил, чем издание дешевле, а это издание очень дешевое, то есть это не какой-то ААА-разработчик, тем больше ништяков они нам кладут. Вплоть до оригинальных саундтреков на компакт-дисках. Я вот сейчас смотрю, открывается очень плохо. Так что будем аккуратненько, чтобы ничего не повредить, ребята. И так как у меня сегодня 10 игр в этом закупе, я ни в коем случае не буду себя подгонять вообще никуда. Так, хоть бы, хоть бы, хоть бы не повредить ничего, а? Ребята, а то будет нехорошо. Так. И до сих пор она не открывается. Я понимаю, вот здесь вот есть, как вы видите, вот эта ленточка, да? Но попробуйте за эту ленточку откройте. Блин, ну это вообще, короче, это что такое? С PlayStation 4 играми у меня постоянно какие-то проблемы. Я не знаю, с чем это связано. Ну, наконец-то. Оно, видите, оно как-то припаяно, присваено. Оно ничего не делается так, как надо. Ну да ладно, слава богу. Вот мы ее открыли, ребята. Вот она, этот подкассетничек. И давайте теперь на него нормально взглянем. PlayStation 4 Deluxe Edition Fear the Presence. Да, типа... Бойся, бойся какого-то существования. То есть вы не видите вроде бы даже, здесь нет ни зомби, здесь нет никаких-то мертвецов ходячих. Нет. А вы боитесь именно какой-то что-то или чего-то. У нас, как я уже и сказал, игра в таком картонном слипе. Song of Horror. И да-да-да. Да, тут и написано, что вам нельзя будет с ними драться, а вам нужно будет как-то бегать как-то от них. Я не знаю. Короче, ребята. И самое интересное, вообще, кто сделал этот диск? Этот диск сделала та же компания, как вы видите. Вот это вот Meridian Games, которая, как вы помните, большое им спасибо за это, которая сделала игру Fahrenheit или Indigo Prophecy, как она говорится по-английски, по-американски. Вы помните, этот издатель сделал нам или издал игру на физическом носителе. Большое им за это спасибо. Если бы они еще бы делали игры на боксе, было бы вообще круто. Так. Там что-то все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот, ребята, у нас здесь обыкновенный слип, который я даже еще не знаю, куда он пойдет, как он пойдет. Сейчас будем смотреть, что да как. Так. И вот у нас здесь, смотрите, какие ништяки. И это все дело стоит 40 евро у нас, ребята. На диск мы, конечно же, посмотрим. Мы его откладем. И вот у нас две книженцы. Вы посмотрите. Но это вообще, да, ребята? Это вообще за 40 евро вам, помимо игры, вам еще здесь и ништяков кладут, всяких разных. И вот именно еще из-за этого у нас сегодня будет очень много игр с какими-то ништяками внутри. И на них на всех надо будет посмотреть. И именно из-за этого я также не стал делать сегодня 20 игр в одном видео. Так. У нас здесь апопенна красивая, красивая книженция, которая характер с гайд. Окей. Это у нас здесь показаны все-все персонажи с игры. Или все персонажи, которые присутствуют в игре. Это очень-очень трудно описать. Какая приятная бумага. Это вообще... Ну, посмотрите. Все на английском языке. Я не знаю. К сожалению, к счастью. Для меня по барабану. Так как мне эти ништяки вообще... Вообще, как бы, знаете... Параллельно они мне. Что они есть, что их нет. Конечно, когда они есть, это прикольно. Но не более. Прикольные персонажи. Я вообще, если честно, не представляю себе, что в игре вообще нам нужно будет делать. Как нам какие-то загадки 100% будут, как в Resident Evil. Это все будет 100%. Но я абсолютно себя не спойлерил. То есть, не из-за того, что мне не было интересно. Мне было ужасно интересно посмотреть на эту игру на YouTube. Но я как-то, знаете, как-то придержал коней. Как говорится. Потому что хотел окунуться именно сам вот в этот вот непонятный мир. Олдскульного хоррора. От которого реально, как вот сейчас принято говорит, олдскул и сводит. Потому что кто в наше время сейчас будет делать игру со статичной камерой. Сейчас кругом 3D, кругом Fortnite, кругом вот эти ядовитые цвета, вы знаете. А эта игра, это очень, очень, я даже не знаю, как это сказать. Очень храбрый проект. Они прекрасно знают, что много копий они не продадут. Максимально, ну, пару тысяч. И то максимально, я не знаю, для коллекционеров и для любителей олдскульного хоррора. Никто никогда не купит эту игру, тем более на физическом носителе. Максимально где-нибудь по распродаже, там, в цифре возьмут, поиграют 10 минут и бросят. Я уже наслышал был про игру, про эту, что в ней, ой, ой, как много багов, ребята. Вы не представляете. Ну да ладно, это, знаете, это, это, это все пустое. Вот эти баги, все. Я рад, когда у нас выходят вот такие проекты. Пусть они все хоть вообще непроходимо забагованные будут. Но, слава богу, мы можем насладиться в наше время такими проектами. Вы посмотрите. Опять какая-то книженция. Йоксиль Тэмоксиль. Тэхаша Мэншн. Вы посмотрите, неужели вот в этом доме нам придется бродить. Вот это все. У меня, у меня мурашки по коже, ребята. Здесь, смотрите, Грюндрис Гибойды. Это по-немецки извиняюсь. То есть, вот она, карта, блюпринт. Со всякими, по-моему, ништяками. Вы посмотрите, везде, где вот эта вот штучка, там, наверное, что-то лежит. Это круто. Это похвально, ребята. Такого я не видел, по-моему, за очень много времени. Вот такой вот книженцу. Вы посмотрите. Антик-шоп какой-то еще. И по магазину мы где-то должны бегать. И как же круто, что карта у нас уже есть. Это значит, у меня две опции. Или в игре не будет карты вообще, что нам вот она, карта, дана. И мы можем ее использовать, знаете, для нашего прохождения. Или там будет карта, но ее нельзя будет сильно много раз смотреть на нее. Или еще что-то. Потому что просто так нам не нарисуют никогда карту вот этих вот, я не знаю, помещений, где нам нужно бегать. Вы не представляете, это вообще. Я получаю огромное удовольствие, листая вот эту книгу. То есть, вы знаете, я еще раз повторюсь, мне по барабану все вот эти ништяки. Но когда речь идет о каком-то хорроре, это прям, я не знаю, е-мое. Ну это вообще. Джереми Хартвуд Ментал Хоспитал. Ребята, здесь даже и больница будет. Вы посмотрите, это в лучших традициях Сайлент Хилла. Да даже здесь не Сайлент Хилл, здесь уже Резидент Ивл тоже. Это... О-ма-гад. Я просто на седьмом небе, ребята. И надеюсь, искренне надеюсь, вы также со мной на седьмом небе. Вот это за последнее время, вы знаете, кто смотрит все мои видосы, за последнее время вот это самое офигенное наполнение. Я бы вообще до потолка прыгал, если бы у нас здесь еще был, я понимаю, как говорится, дорвеному коню и все такое. Но если бы у нас также еще в этом издании был саундтрек, CD, я плясал бы вообще от радости. Ребятки, это что-то с чем-то. И вот сам весочек. Сам весочек. Давайте его будем открывать. Опять же здесь, как вы видите, есть PlayStation. Вот эта вот плямбочка, как она называется. Вот эта ленточка. Ну, я открываю все по олдскульному. То есть, просто надрезаю вверх и вытягиваю игру из подкассетника. Так, теперь смотрим на игру без подкассетника. То есть, так как она есть. И, ребята, в этом что-то есть. Опять же, вот этот вот бело-черный, вот этот формат с вот этой вот непонятной, то ли готическая атмосфера, то ли какой-то лавкрафт, как вы можете вот здесь посмотреть, то ли это тентакли, то ли что. То есть, очень мне такое нравится. Я обожаю такое. Может быть, кто-то из вас сейчас пойдет, купит игру в цифре, поиграет 10 минут и скажет, какая забагованная лажа. Ребята, все может быть. Я этого не исключаю. Но сам факт. Я очень праздную сам факт, что такие игры еще не вымерли. И мало того, что эти игры не просто не вымерли, а выходят еще на физическом носителе, благодаря вот этим вот людям из Meridian Games. Это очень круто. Так, в игре у нас, как мы видим, жестокость, брань и наркота, использование наркоты. Но наркота, это не в прямом смысле, что вот здесь какой-то джанки будет колоться, а скорее всего, какие-то будут таблетки в игре или снотворные, или еще что-то. Так, ух ты, первый диск. И на шпинделе. Круто. Я готов с вами, ребята, уже прям сейчас поспорить, что сегодня у нас будет минимум один диск, который слетит со шпинделя. Потому что у нас сегодня 10 игр, а как вы знаете, PlayStation 4 игры, они всегда слетаются в шпинделе. Так, если ни одного не будет, это будет круто. И вот ангисочек, ребята. Зонг оф хоррор. Неимоверно круто. Просто вообще аплодирую стоя. Ребята, вот честное благородное слово, как говорится. Честное пречестное слово. Что разработчику аплодирую стоя, что за вот такое вот издание аплодирую стоя. Я, конечно, аплодирую сейчас 7, но все равно, ребята, это очень круто. Вот, вот, поаплодировал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что это было? Я не слышал ничего. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Итак, вы посмотрите какая красота, ребята. Вы посмотрите какую красоту я для вас сегодня и для себя также припас. О чем идет речь? Конечно же о Prototype. Это ужасно редкий, редкий диск, который издавался только в Америке. И в Америке его даже не везде можно выцепить. И здесь два варианта. Или вы его выцепите в Америке за очень маленькую цену, где хотят вроде бы люди свой, я не знаю, склад почистить. Или вы наоборот наткнетесь на очень большую цену. У меня, к сожалению, произошла вторая ситуация. Я наткнулся на эту игру за 69,99 евро. Не долларов, а именно евро. Это еще больше, чем 70, как вы знаете, долларов. Короче, что это такое? Это первая и вторая часть, которая, ребята, секундочку. Первая и вторая часть, которая была на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Я, конечно же, если у меня есть такая возможность, я вам показываю предыдущие версии. И да, Prototype, что первый, что второй, были на боксе и на PlayStation 3, как я уже и сказал. Это, я даже не знаю, это открытый мир, паркур, но старый паркур. Старый, добрый паркур. Не то, что мы сейчас видим вот с этими Ассасинами Скридами. Нет, здесь каким-то образом вот этот человек подвергается какой-то манипуляции или какой-то, я не знаю, как-то еще сказать, какого-то мутагена, если можно так сказать. И у него вместо рук какие-то превращаются руки в какие-то, я не знаю, лезвия. Там что-то, короче, ДНК у него там разэтывается. Вы можете бегать по открытому миру, что-то там, кого-то убивать, каких-то солдатов, преследовать свои какие-то непонятные цели. И все это очень кроваво, очень драйвово и очень-очень брутально. И именно из-за этого у нас в Германии ни первая, ни вторая часть Prototype не выходила. И как вы можете заметить, мне пришлось эти игры давным-давно уже, слава богу, когда все было доступно в нульцевом состоянии, конечно же, в закрытом, пришлось импортировать с Британии. И вот именно вот эти две версии, что Prototype первый, что Prototype второй, вы могли поиграть до сегодняшнего момента, да, в принципе, не до сегодняшнего момента, до, как уже, два года спустя уже, и вот эта вот игрушка вышла. Так вот, для PlayStation 4 вы могли в эту игру поиграть сугубо на PlayStation 3 и Xbox 360. Если вы сейчас не обладаете PlayStation 4 консолью, вы не хотите покупать вот этот сборник в ремастере, то вы соберетесь 100% поиграть или на PlayStation 3, или на Xbox 360. И, ребята, здесь я вам очень сильно рекомендую, конечно же, это сделать на консоли Xbox 360. Она по всем фронтам круче, чем PlayStation 3 версия. Это, в принципе, уже не в новинку и не в диковинку, нет. Здесь стабильнее FPS, и здесь более-менее хорошая оптимизация графики. Так что, ребятки, первая, вторая часть у нас были на позапрошлом поколении консолей. И вот уже как два года, вроде бы, я не помню, точно выходит у нас ремастер. Ребята, это не просто один-в-один копия, а ремастер. Здесь нигде об этом не написано. Здесь просто написано Biohazard Bundle. Но поверьте, это ремастер. Может быть, не совсем хороший, как принято, ремастер. Но все равно здесь немножечко графику подтянули. То есть, на PlayStation 4 здесь минимум 1080p. На PlayStation 4 Pro, по-моему, тоже. По-моему. Вот так вот это все выглядит без фольги. Вы посмотрите, какая красотенечка. Прям очень-очень трудно оторвать взгляд. Опять же, вот этот вот белый фон. И здесь стоят вот эти вот... Хотел сказать, белый фон и черное непонятное. Но здесь можно понять вдвусмысленно. Потому что он главный герой, по крайней мере, во второй части у нас черный. В первой не помню. Так вот, вот эта вся чернота на белом фоне очень красиво выглядит. Кстати, что вот это за надпись? Optional. То есть, опционально он FOB. Ребята, если кто-то знает, что это такое, что это за инсайт, можете мне биты сказать? Я вообще без понятия. Так вот, повторюсь, игрушка стоит баснословных денег. И почему здесь вот это вот осталось ерунда? Прикольно. Я вижу что-то не то, даже через камеру. Вот теперь все то. Оно, ой, как было припаяно сюда. Даже я вот сейчас рукой вот так вот веду, я чувствую вот эти, знаете, как шрифт для тех, кто плохо видит или не видит. Вот я прям реально здесь могу что-то прочитать. Короче. Prototype Biohazard Bundle. И, как вы видите, надписи Hunt, Kill, Consume. То есть, охоться, убивай и используй или употребляй, как хотите. Две игры плюс DLC. Короче, здесь также еще DLC, но я вот как-то запамятовал. А DLC разве какие-то выходили для этих игр? Но окей. Во всяком случае, все две игры у нас на одном диске. В 18 гигов, как вы видите, опять же у нас все регионы, как принято. То есть, в прошлом поколении, и уже, да, в прошлом поколении, несмотря где вы покупаете игру, она 100% пойдет на вашей консоли. Ух. Ой, как пахнет, ребята. Я прям сижу вот сейчас вот. Если кто не знает, то я снимаю видео таким образом. Это, кстати, может быть, когда-нибудь сделаю видео и расскажу, и покажу, как я вообще снимаю видео. Я сижу, вы видите вот этот вот сейчас вот, вот этот диск. Я от него сижу на расстоянии где-то примерно метра полтора-два. Я всегда все делаю на вытянутых руках, и из-за этого мне, когда видео идет час или полтора, мне очень сложно это делать, понимаете? И вот сейчас вот иногда бывают моменты, когда я реально что-то не вижу, что-то не могу рассмотреть, и мне приходится вот так вот, вот так вот немножечко поближе подходить, чтобы я более-менее через камеру что-то увидел. Обалденная накатка, и я вам соврал. Ребята, не два года как игра вышла. Посмотрите, 2016 год. Игра уже как пять лет у нас на физическом носителе. А я, я не знаю, упрямец такой. Будем так, знаете, как говорится, не будем материться. Купил ее только сейчас. Но, ребята, скажу честно, очень меня отталкивала, во-первых, цена 70 евро. Вот за это, за все. Очень отталкивала цена. И, во-вторых, доступность игры. То есть, она, как я уже и сказал, доступна только в Америке. И мне было очень накладно оттуда ее везти. Но потом я ее все-таки оттуда вывел, вывез и не одну. И у нас в следующем, даже уже могу сказать в следующем видео про PlayStation, опять же, тематику, у нас будет игра с Японии, которую американцы закупали себе и продавали через себя. То есть, игрушка прилетела с Японии в Америку, с Америки прилетела к нам в Германию. То есть, интересная также история будет в следующем видео. Но, ребята, прототайп. Как я и сказал, открытый мир, бегаем, убиваем, очень много крови, очень много всякой брани, очень все вот это, знаете, вот такое вот что-то, такое, такое не для, не для, как вам сказать, не для малолетних, это очень плохо слышится, нет, как сказать, не для юных игроков. Так что, ребята, прототайп, наконец-то, это шайса у меня в коллекции. Как же я этому рад. Что-то еще у тебя? Что это, Панк? Как же это, Панк? Что? Ты думаешь, что я не буду идти туда? О, пожалуйста, помоги мне! О, Господи, помоги мне! О, Господи! О, Господи! Я! Мерсер! Не уходи от меня! О, Господи! О, Господи! О, Господи! Вы вып TO aku? Этой? О, Господи! О, Господи! О, Господи! О, Господи! Какой вирус делает что-то вот так? Хорошо. Хом, свит хом, да, дом, милый дом. Эту игру я много-много лет уже пропускал вообще из моего списка, то есть я ее целенаправленно не покупал, до одного момента, когда я прочитал, просто взял, знаете, как говорится, немного времени в кулак и прочитал, что вообще гласит надпись наверху. А надпись наверху у нас гласит PlayStation VR Compatible. Что такое Compatible? То есть у вас есть, да, это я начну с того, что игра сугубо для VR, да, как вы уже увидели по этому значку. Но есть игры, на которых написано PlayStation VR Required, то есть это означает, что без VR вы поиграть не сможете. А есть игры, в которых написано PlayStation VR Compatible или, например, я не знаю, как это по-русски сказать, то есть PlayStation VR, есть возможность поиграть с VR. Я сейчас, к сожалению, ребята, извините, быстро на русский язык не смогу вам перевести, что это такое. И, короче, да, я опа, и это опять уже третья, по-моему, игра из вот этих VR-ных игр, которая может играться как на джойстике, так и с VR. Я, конечно же, ее себе прикупил, так как речь идет, опять же, о хорроре, и это вроде бы даже, опять же, не survival horror, это обыкновенный хоррор, где мы опять не можем ни с кем драться, нам нужно тупо убегать. Вид у нас здесь не так, как в Song of Horror, там вид от третьего лица, как в старых Resident Evil, а в этом хорроре у нас вид от первого лица, то есть у нас, как всегда, классическая вот эта система фонарик, темнота, ходим, боимся. И вообще, откуда эта игрушка? Если честно, я офигел, а это игрушка тайская, то есть ее сделали азиаты, тай, 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 по-моему, тай называется, да. Офигенно. Я видел, как он называется, трейлер, и вы знаете, что-то прикольное, вообще само прохождение игры занимает максимально, если вы, например, все уже знаете, или хотя бы нет, нет, скажу не так, если вы вообще ничего не знаете, вы тупите на загадках на каких-то, если таковые есть в игре, то у вас прохождение примерно займет не более трех часов. Если вы же проходите игру на второй раз, вы уже все знаете, то прохождение занимает час-полтора. Здесь можно реально игрушку пробежать, но все равно, опять же, всех напугаться и обокакаться. Так вот, как мы видим, обалденный, обалденный арт. Вы посмотрите, рука держит какой-то связанный дом, как брелок какой-то. Это очень круто, то есть, это говорит нам о том, что в этом доме мы никуда не спрячемся, то есть, это дом во владении вот этой силы какой-то. А что это за сила? Я не знаю. Может быть, у нас на этом подкассетнике сзади будет такой скрин. Да, он здесь, да, да, да. Вы посмотрите, что это? Я вообще не знаю. Это обалдеть. И вот мы по этому дому, по-моему, или это не особняк, его трудно назвать особняком, ходим и всех пугаемся. Так, игрушка у нас занимает 4 гигабайта. Окей. У нас, опять же, здесь есть брань, как вы видите, и жестокость. Вы посмотрите, уже третья игра и на шпинделе. Как так? Как так? Так, Home Sweet Home. Вот такая вот накадочка у нас. Прикольная, если честно. И здесь какая-то... Я даже не знаю, что это такое. Key Points. Без понятия. Даже не хочу туда вовлекаться, смотреть, что да как. Вот такая вот у нас тема. Ребята, больше мне нечего сказать. Больше мне нечего сказать. Я ее взял. Я уверен, что она пойдет также на джойстике. И слава богу. Я бы также еще с удовольствием несколько игр из вот этих PlayStation VR игр бы купил. Но, к сожалению, они играются сугубо с VR. Как я уже в некоторых видео говорил, VR это не мое. Его, скорее всего, у меня никогда не будет. Он мне неудобен. Когда придумают VR без провода, каким-то образом, тогда, может быть, я еще об этом подумаю. Но так сидеть, я не знаю, перед телевизором с двумя тысячами метров кабеля со всех сторон, это просто, ребята, не мое. Но хорошо, что выходят такие игры, и нам каким-то образом дают опционально еще поиграть с джойстиком. И именно это я буду делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Вы посмотрите, надпись гласит вот здесь, типа, бейся против каких-то ужасных противников Хардкорный платформинг также, который, ой-ой-ой, который сопровождается еще какими-то, я не знаю, смертельными ловушками Найди всякие, всякие, я не знаю, всякие предметы и все такое Я, опять же, извиняйте, ребята, очень быстро не могу на русский приводить Так, и вот, опа, умфаст, то есть, что входит в вот это издание И у нас здесь написано Behind the Sins Artbooklet, да написано? Да, Artbooklet То есть, нам здесь дадут опять Artbooklet, где мы можем полистать странички Круто, круто, опять же, дареному коню и все такое Но я бы хотел бы саундтрек PS4 Pro оптимизация 1.5 ГБ, ребята Blue Fire, и аккуратненько, чтобы у нас здесь ничего не выпало Опа, уже выпало, ребята, да, выпало И, и, у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Так здесь не только, можно сказать, эргономика бокса Здесь полностью бокс умер Ой-ой-йой-ой, куда бы это деть? Вон туда Да, и как вы можете посмотреть, бокс умер полностью Слава богу, у меня есть боксы, но я не подготовил для этого видео, к сожалению Так что я сделаю это off-cam, конечно же, и очень-очень жалко, потому что бокс-то сам нулевенький, я имею ввиду, ну, покупной, красивый, без всяких этих, и уже поломанный, но да ладно, вот такая вот накадочка у нас, Blue Fire, класс, на диске, конечно же, никаких проблем, и да, как я и сказал, у нас здесь книжечки, так, у нас здесь какая-то инструкция, нафиг не надо, и теперь у нас вот она книженция, ребята, самое-самое, что мне нравится, это книженции, я надеюсь, как нам написали, здесь будет какие-то работа над игрой показана, я не знаю, давайте посмотрим, опять же, ну, работа над игрой, но я думал, здесь будут, знаете, разработчики, там, сидеть за компами, что-то творить, а здесь нам просто рассказывается словами, опять же, на, хотел сказать, на английском, нет, это немецкий язык, то есть для всех, кто живет в Германии, покупает немецкую версию, то вам, ребята, нам это прям на руку, как говорится. Да-да-да, вот вроде бы какие-то, какие-то нарисовочки, и потом, вот, как оно все превращается, или воплощается в жизнь на нашем экране, круто, прикольно, и, как вы видите, еще есть также потусторонний арт, я его, конечно же, вам покажу, потому что я это пытаюсь сделать, когда я делаю видосы, и да, очень, очень красиво. Я не знаю, кто этот человек, и вообще человек ли это, и вот я, да, сейчас взял, и диск опять выпал, потому что он теперь вообще не держится на трее, и это нужно срочно, срочно менять. Подкассетник, очень жалко, так как, повторюсь, блин, он нулевый, он нулевый, там еще цвет такой прикольный, это, судя по всему, новая партия вот этих вот, вот этих подкассетников для PlayStation 4, которые стали немножко прозрачней, они стали немножко, как бы, темнее, но прозрачнее, это очень трудно описать, но все, кто пользуется вот такими PlayStation 4 дисками, подкассетниками, вы прекрасно понимаете, о чем я. Так что, ребята, очень рад, что, наконец-то, эта игруха вышла на физическом носителе Blue Fire. 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 Продолжение следует... 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 сугубо из картинок с надписями, субтитрами. Мне такое вообще не нравится, и я 100% уверен, даже для коллекции оно мне не надо. Так что я пытаюсь, так же как и на боксе, покупать более-менее игры. То есть, вы понимаете, если я начну, например, какую-нибудь JRPG собирать, там их по 13 частей в год выходит, и все на физносителях для плойки. Там, если для PlayStation 4 вот так вот взять, коллекционировать диски, то я уверен, там можно заколлекционироваться вообще до полусмерти. Так что иногда рад, что я все-таки сижу на боксе. Так что, ребята, Ванда Бой Эша in Monster World, глянем, что это такое. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И опять же у нас очень кровавое все, очень непонятное. В некоторых странах эта игра запрещенная, насколько я знаю. По-моему, то ли в Бразилии, то ли где запретили игру из-за одного момента. Вообще начнем с того, что эта игрушка нифига не для детей. Хоть она и выглядит как детское непонятное что-то. В одной стране, я сейчас, к сожалению, не помню, но по-моему Бразилия. Но хоть бы не соврать ничего, а по-моему еще где-то. Из-за того, что в одной миссии, во второй части, человек убивает женщину и потом надругается над ней. И я не понимаю вообще, как у разработчиков может до этого дойти, как вам сказать, вот это воображение, чтобы сделать такое в игре. То есть я считаю, такое нафиг не нужно в игре. То есть да, можем ходить, убивать, но зачем убивать, потом еще надругаться над трупом. Я не понимаю этого. Но да ладно. Короче, у нас, слава богу, игрушка вышла вообще без всяких нареканий с 18 лет. Все нормально. Я обязан был купить ее в коллекцию. И мало того, ребята, эта игрушка, как я уже и сказал, она очень рундиментарная и занимает понты какие-то. Максимально вы ее, когда скачиваете в цифре, она занимает, ну, гигабайт. Здесь игрушка состоит из двух частей. То есть и первая, и вторая часть. Из-за этого и называется Hotline Miami Collection. И эта игра, вот этот вот, вот эта коллекция, выходила на двух дисках. Я не переставал смеяться, когда я его это увидел на Амазоне. Вы можете себе представить? Вот она у нас игра. Как я и сказал, вид сверху, мы бегаем, убиваем, стреляем. Может быть, кто-то из вас подумает, что за шняга. Ребята, это и есть шняга, это полная шняга, но которая выстрелила как не знаю что. Вы посмотрите, что в последнее время выстреливает. Например, Among Us. Игрушка, которая выглядит вообще банально до невозможности. Сделанная за две копейки. Но вы посмотрите, раскупилась каким миллиардным тиражом, миллионным. До сих пор в топах Стима и миллионы людей играют в них. И вот это что-то такое. Инди, которая пришла из ниоткуда и завоевала мир. Теперь везде, где вы скажете, например, Among Us или вы скажете Hotline Miami, все сразу знают, о чем вы говорите. Понимаете, да? Разработчик, кстати, Devolver Digital. Вы знаете, они всегда на своей волне. Особенно интересные у них раньше были стримы на E3. Когда они отличались вообще от всего показанного, что показывали Sony или Microsoft. У них там своя, как говорится, атмосфера. Я не являюсь фэном вот этих вот Devolver Digital, по-моему, они называются. Так вот, вы видите, игрушка занимает 2 гигабайта и у нас игрушка на двух дисках. Я вообще, я в шоке. Но да ладно. Опа. Вы посмотрите. И вот, да, что сразу с первым. Что мне нравится в PlayStation 4 боксах и играх. То, что когда игры выходят на двух дисках, у них всегда вот такая княженция. То есть, один диск отдельно лежит и другой диск отдельно лежит. И это круто. На боксе все нам кладут на один шпиндель. Я не говорю то, что, например, когда они лежат на одном шпиндле, диски могут как-то поцарапаться или выйти из строя. Нифига подобного. Просто не эстетично, когда две игры лежат на одном шпиндле. Но да ладно. Так вот, вот Hotline Miami вторая часть. Вот Hotline Miami первая часть. Два диска. Что на этом 1 гигабайт, что на этом. Они могли бы для, я не знаю, для, как сказать, для защиты окружающей среды, не побоюсь таких громких слов. Не подумайте, я не Грета, я не топлю за правосудие, природа и все такое. Нет, я, конечно, пытаюсь жить по-нормальному, но и все равно не перегибать палку. Но здесь могли бы 18 тысяч вот таких вот Hotline Miami записать бы на один диск. Но они почему-то решили на два. Но окей, как говорится, опять же, дареному коню и все такое. Книженция. Очень-очень толстая книженция. Я вообще не знаю, что это, к чему это. Так вы не увидите, так что давайте не будем здесь. Да-да-да, вы посмотрите, что здесь творится. Короче, вообще, это непонятное что-то. Какие-то... Один сова, другой какой-то конь. Третий петух, вы посмотрите. Я без понятия. И вот, наконец-то, да-да-да, вот видите, тут такое кровавое месиво, короче, происходит. Ужасно. И вот эти игры вот такие выходят на физносителях. Это, конечно, с одной стороны круто, с другой стороны, ё-моё, в какой мире мы живем. Это все, конечно же, ребята, любя. Вы посмотрите, да? Здесь вообще расчленен на две половины, ребята. Это ужасно. Это абсолютно не детская игра. Так что, ребята, всем, кому еще 18 лет нету, хоть это и пиксели, но отвернитесь от экрана. А то еще подумаете, что тут, я не знаю, игл учит всякому плохому. Ужасно. Ужасно, ужасно, ужасно. И что там... Вы посмотрите, это что такое? Я понимаю, это все карикатурное, короче, это шняшка, но это что такое? Это ужас. Это ужас. Хорошо, что это все в таком пиксельном виде. Представляете, вот эту игру, например, на движке какого-нибудь Max Payne 3. Да мы бы там обокакались, ребята. И вот такой вот арт. Вы можете его перевернуть. И, насколько я знаю, для Nintendo Switch также выходила эта игра. И для... Упс, опять уже второй раз задеваю камеру. Что-то как-то нехорошо сегодня идет. Ну да ладно. Насколько я знаю, для Nintendo Switch также... Упс, также выходила эта игрушка. И на подкассетнике у Nintendo, знаете, что... Вот этот вот... Вот этот вот петух. Да. Вот разработчики решили его взять на Nintendo Switch. Так что, ребятки, Hotline Miami. Первая, вторая часть. Никому не советую, но советую прикупить именно физический носитель. Потому что здесь, как вы видите, в этом сборнике сразу две игры. И через некоторое время, я уверен, они будут стоить бешеных денег. Потому что тираж маленький. Хоть и для каждой страны выходил свой тираж. Как вы знаете, в Америке свой. В Германии свой. В Испании свой. Но все равно он не очень высокий, ребята. Так что я советую вам прикупить ее себе. И в лучшем случае не распаковывать. А просто, чтобы она у вас лежала. Игрушка сейчас стоит 30 евро или 35 максимально. Но лет через 10 вы за нее реальные бабки можете срубить. Я уверен, на 100%. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Следующая игруха под названием Guacamelee. И про эту игруху я уверен, вы знаете все. Абсолютно все. Опять же, игруху уже 5 раз раздавали. Даже я, по-моему, еще тогда на PlayStation играл. На PlayStation 3, блин, насколько я помню. Или только начало, 2013 год, на PlayStation 4 это все пошло. Я даже помню, что эту игру раздавали по PlayStation. Не PlayStation Plus, а вы помните, как это называется подписка, когда вам дают бесплатные игры? По-моему, PS Plus, да, она сейчас называется? Да, по-моему, так. Сейчас, ага, сейчас, с 2013 года уже PS Plus называется. Короче, ребята, извините меня, я немножко туплю, когда речь идет о сервисах PlayStation. Потому что там я не силен. Потому что меня там нигде нету. То есть я оттуда ушел уже давно. Так вот, Guacamelee. И, насколько я знаю, опять же, читал на форумах. Не подумайте, что я где-то сижу на форумах. Нет, просто когда-то выскакивает где-то что-то. И, опять же, в России это очень-очень дорогой диск, за которым реально люди гоняются. То есть реально есть коллекционеры PlayStation и игр и Switch. Потому что в России, как я посмотрю, коллекционируют только на знаменитые популярные консоли, которые у всех на слуху и которые продвигаются как не знаю что. Вот, насколько я знаю, как я и сказал, коллекционируются игры в первую очередь на PlayStation и Nintendo Switch. Так вот, люди, коллекционеры с России, они не могут купить вот эту игру. Я думаю, как так? Она в полном доступе. То есть вот она лежит. Если действительно коллекционер хочет эту игру, я уверен, импортировать с Германии, импортировать с Франции, да и с той же Америки, не составит никакого труда. Да, я всегда в таких случаях говорю, что мало хотите или не так хотите, как хотелось бы. То есть видел видео, где показывали, что же там показывали, я не помню, какую-то игру показывали, ой, которая у меня недавно была на Физносителе. King's Quest. Люди не могут ее просто найти. Она есть в Америке. Но да, я вот захотел, мне пришлось помотать себе нервы, но я все равно добился того, что она у меня в коллекции. Так что игла Камели, ее можно запросто купить без проблем. Так вот, что это вообще за игра? А то я тут про коллекционерные, я не знаю, эти фишки вам стал разговаривать. Это 2D-платформер. Очень быстрый 2D-платформер, где мы бегаем и, по-моему, деремся в рукопашном бою. По-моему. Не знаю, и, о, вы посмотрите, да, кстати, я вам забыл сказать, что здесь и первая, и вторая часть, да, из-за этого называется Guacamelee 1-2 Punch Collection. Да, прикольно. Я видел только немножко видео. Давным-давным-давно я не смотрел ни летсплей, ни ничего, и мне очень понравилось и запомнилось. То есть, понимаете, это одна из тех игр, когда вы видите ее один раз, она вам запоминается на всю жизнь. То есть, настолько прикольный антураж у игры, настолько прикольная драйвовая музыка и боевая система, что вы про нее уже не забываете, вам очень трудно ее забыть. И что у нас здесь такое? А зачем мы смотрим на скрины? Нам скрины не нужны, потому что мы все равно будем смотреть геймплей, ребята. PS4 Pro Enhancements. И вот такая вот тема. И вроде бы здесь все на одном диске. Я не знаю, давайте глянем. Да, слава богу, у нас все на одном диске. Да почему, слава богу, были бы два, я бы тоже, как бы, как говорится, ничего страшного. Вот такая вот тема. Если кто не знает, это мексиканский врестлер Luchador, по-моему, они называются. Класс, вы знаете, мексиканцы, они всегда в маске дерутся. Так, что у нас здесь? Ой, сколько ништяков у нас поклали. Так, саундтрек. Хм, ну а саундтрек первой и второй части в дигитальном, в цифровом виде, ребята. Окей. Тут даже написано, что если вы саундтрек скачаете, то он без копершутс. То есть он без защиты DRM. То есть можете его раздавать куда хотите. Прикольно. Вот такая вот книженция и вот такой вот, посмотрите, плакатик. Давайте откроем. Давайте откроем. Where's Juan? Хм, where's Juan? Вы найдете Хуана? Я не могу найти Хуана. А вот он же он, если это он Хуан, по-моему. Все такое на мексиканскую манеру сделано. Прикольно. Все такое, опять же, такое рундаментарное. Но да ладно. Это, кстати, не от Devolver Digital. Нет, это не от Devolver Digital. Это от Drinkbox. Лидман. Окей. Я думал почему-то, что, опять же, Devolver Digital. Но нет. Так. Книженция. Обалденная книженция, ребята. И она цветная, и она красивая. И опять же, опять же, ребята, я не побоюсь повториться. Чем дешевле игра, чем она индюшатней, чем про нее никто не знает. Конечно, когда я, да, я опять же, знаете, загнал себя в тупик, когда вы говорите Гуакамели, про нее все знают. Да, я имею в виду, что не такая уж, знаете, выдающаяся игра, как, например, какой-нибудь AAA, как, например, вы скажете где-нибудь, одни из нас два, все, сразу все знают, о чем идет речь. Потому что это баян, это банальность, она кругом. А вот про такие игры, вы знаете, никто почти не знает. И они выходят вот в таких вот, вот в таких вот красивых, я не знаю, изданиях, где вы можете почитать все. Кстати, здесь и на английском, и на немецком обозначение вот этих всяких поверапов или пикапов. Круто. Вот эти, вот это мне нравится. Смотрите, вот раньше, не поверите, когда я учился в школе, я почти так же рисовал. У меня была тяга к рисованию вообще ужасна. Все решают там какие-то примеры, какие-то задачи. Я сижу и рисую там каких-нибудь, знаете, девчонок, которые лезут из колодца, как в фильме «Звонок». Вот такое мне нравилось сидеть и какие-нибудь ужасы рисовать. Круто. Ух ты, собака. Прикольно. Круто, круто, круто. Не смог пройти мимо, так, повторюсь, очень был наслышан, что она очень редкая игра, по крайней мере в России. Коллекционеры за ней реально гоняются, перепродавцы, или как сказать, вот эти вот перекупщики, которые скупают и перепродают, какие-то цены заламливают ужасно, и людям просто некогда, не то что некогда, а невозможно купить эту игру. У нас она доступна за 30 евро, я взял, чтобы посмотреть, что это вообще такое, потому что сам я в нее еще ни разу не играл. И тем более, иметь в коллекции вот такую тему, это круто, я считаю. Так что, ребята, в Вакамели глянем, что это такое. Посмотрим именно на первую часть. Вакамели глянем, что это такое. Вакамели глянем, что это такое. Вакамели глянем, что это такое. Продолжение следует... Велосити. За этой игрой я гонялся много-много лет. Ее у нас распродали и завоза больше не было. У нас она выходила вначале для PSP, по-моему, или PS Vita. И очень долго потом не было завоза для PlayStation, когда ее анонсировали на физическом носителе. Это уже давным-давно было. Потом все-таки ее к нам завезли и где-то завезли, ну штук, наверное, 16, я не преувеличиваю. Она очень быстро раскупилась, короче, по всем фронтам в Германии. И потом нигде ее не было. Сейчас же я ее нашел в... По-моему, 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 чтобы не соврать, по-моему, в UK, то есть в Британии. У нас ее вообще днем с огнем. В Франции, Испании, в округе ничего нет. В Швейц, то есть в Швейцарии, Австрии, нигде нет. Я наткнулся на нее на несколько, по-моему, 4 экземпляра были в UK. Я, конечно же, ее взял. Это, опять же, ребята, это такой, знаете, топ-даун шутер, то есть вид, по-моему, сверху. И он такой шатемап жанр, то есть вам нужно тут что-то бежать, стрелять. Я не знаю, ребята, я видел ее только на PSP и уже тогда я хотел ее себе в коллекцию эту игру. Игрушка выходила, насколько я знаю, по-моему, только для PlayStation. Но хоть бы не соврать, хоть бы не соврать. Так что было принято решение, конечно же, ее, как только она мне попадется, купить. Потому что это еще, во-первых, издает вот эту вот игру Badland Games. Как вы знаете, Badland Games, у нас еще сегодня будет одна игра от этого паблишера. Они нас не балуют играми, то есть у них выходят очень-очень такими маленькими тиражами игры. Но да ладно, вы посмотрите, что у нас здесь. Оригинальный саундтрек CD, ребята. И буклет какой-то. Ребята, все, все, я уже рад. То есть здесь мы сейчас откроем подкассетничек, и нас там будет ждать помимо игры еще и саундтрек. И это круто. И вот эта вот штука, когда я смотрю на эти корешки, мне не нравится в PlayStation. То есть сердце коллекционера не так, я не знаю, быстро бьется, когда, например, я коллекционирую игры для Xbox. То есть, как вы помните, на Xbox все под одно. То есть серый вот этот корешок и название игры. Здесь же вы посмотрите, то белое, то черное, то еще какое-то, то вообще вот такой вот белый фон с черными буквами. Нет однообразия. Я понимаю, что разнообразие это круто. Я сам всегда твержу, что разнообразие жанров и все. Но вот в этом случае я бы хотел лучше бы, чтобы так же, как на Xbox, все игры были под одно. Или все разнообразные, цветастые, или все вот такие белые. Потому что здесь, скажу честно, когда я смотрю вот на такую белую игру с черным вот этим названием, меня что-то отталкивает, честно вам скажу. Не знаю почему, это сугубо мое мнение. Ребята, я никого не призываю с ним, конечно же, я не знаю, соглашаться. Beyond the Speed of Light, нифига себе, то есть за границей скорости света. Интересно, что это такое. Геймплей, короче, у нас 2D пазл есть, то есть какие-то загадки. И вот вы посмотрите, вот у нас 2D платформер, а здесь у нас вид какого-то, или как там сказать, я не знаю, как там вид сверху. Cross Futures, вы посмотрите, первый раз за всю историю коллекционирования игр я вижу такой значок, если честно. Да, как говорится, shame on me, все такое, но я первый раз вижу такой значок. Cross Futures PS4 PS Vita. Как я и сказал, игрушка была до этого только на PlayStation Vita. Так, давайте будем открывать. Ух, там все вылетело, да. Опять же, это уже второй диск, который вылетел из шпинделя. Аккуратненько, аккуратненько, чтобы ничего не сломать. Спокойно все уедем, аккуратно. Хорошо, у меня здесь все чистенько. Я не переживаю вообще за то, что у меня диск сейчас упал прям вот так вот плашмя. Так. Спокойненько смотрим на дисочек. Очень красивый диск, очень, действительно прям завораживает. Вот реально на него приятно смотреть. Очень круто. Так, у нас здесь книженцы. Без книженцы никуда, потому что это у нас опять чуть ли не Индия, может быть даже и инди-проект. То книжки, как вы знаете, они любят. Так. И что у нас здесь? Да, у нас здесь снова опять вот, собственно, вот эта деваха, за которую мы бегаем. И у нас здесь книженцы опять же у нас. У-у-у, посмотрите, реальные фотографии сета. Круто. И вот, пожалуйста, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек, семь делали вот эту игру, ребята. Семь человек сделали игру для PS Vita. Она там хорошенечко взорвалась. И даже им дали добро выпустить игру на физносители. Это круто. Она, кстати, уже давно, как я уже и сказал, по-моему, в начале, она уже давно выходила на физносители для PlayStation 4. Но раскупилась очень-очень быстро. И саундтрек CD, ребята. Как я уже и сказал, дайте мне саундтрек CD, и я успокоюсь. И вы не поверите, я вот держу его в руках, и я спокоен. Я очень сильно спокоен. Я рад. Потому что очень круто, когда в таких вот инди-играх маленьких вы играете, и вам слышится очень классный саундтрек. И проблема вот этих инди-игр, что вы никогда, никак не можете добыть этот саундтрек, потому что он не выходит. Потому что инди-разработчикам, им бы игру допилить и сделать каким-нибудь образом финансировать, я не знаю, выход на физносителях. Какой здесь саундтрек? Как его? Куда? Что? И вот когда выходит инди-игра с саундтреком на диске, это прям вообще, ребята. Посмотрите, какое это волшебство. Это прям, я не знаю, вот она главная деваха с игры. И офигенный диск. Очень приятный на ощупь. Не так часто в последнее время уже приходится держать в руках аудио CD оригинальные. То есть, ну, камон, mp3, флаг, уже все заполонили. Вот эти цифровые, я не знаю, форматы наш мир. И очень интересно все-таки подержать в руках вот такой вот физический носитель аудио. Саундтрек у меня, конечно же, пойдет к моему, в мой сборник саундтреков. У меня, вы знаете, сборник саундтреков есть. Я не держу саунды в самих дисках. И вот такая вот красотенечка, ребята. Саундтрек и сама игра VeloCity. Уверен, что-то прикольное, быстрое, светящееся, но абсолютно на 100% уверен. Игрушка не для всех, абсолютно не для всех, но для коллекционеров оно самое то. Ребята, в VeloCity. Ребята, в VeloCity. Ребята, в VeloCity. Продолжение следует... 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 Надеюсь, они немножечко здесь работу над ошибками сделали. И теперь у нас будет игра не однообразная, а более-менее. Так, давайте будем открывать. И посмотрим, что же нам предпосли разработчики или публишеры в этот раз. Потому что, опять же, смотрю, очень увесистое издание. Ребята, здесь два диска. Здесь два fucking диска снова. Что у нас сегодня за распаковка? Я вообще не знаю. Это круто. Откуда такая щедрость? Вау. Что у нас здесь? У нас Anime Gate of Memories, Nameless Chronicles. То есть, это сама игра, ребята. Это сама игра. Это сама вторая часть. И у нас здесь саундтрек, ребятки. Саундтрек к игре. Это божественно. Это просто божественно. И я не знаю почему, но я всегда делаю вот так. То есть, всегда главный диск или первый диск у меня всегда лежит вот здесь вот. Кстати, будет интересно, если у вас, например, два диска. Игровые диски или фильмы, например, на Blu-ray. На двухдисковом издании. И, например, Making of и фильм. Я всегда кладу фильм на главную страницу. Не знаю почему. Вот я вот так вот привык. И мне было бы интересно услышать. Вы так же делаете? Не знаю. Этот же саундтрек останется здесь. Так как для него есть специальное место. И книженция. Блин, у нас сегодня почти в каждом, в каждом издании лежала книжка. Ребята, это круто. Это не может не радовать. Да, вот она. Это вообще полностью арт с первой части, можно сказать. Не игруха, а этот у нас все на английском языке. Но окей. Было бы прикольно, конечно же, если бы здесь была бы, как вам сказать, локализация на немецкий. Но да ладно. У нас джойстики показаны. И вот очень интересно, знаете, все вот эти игры. Ох, вот это классно. Вот это, кстати, тоже первая часть. Очень охота все вот эти игры протестить на PlayStation 5. Когда у меня появится PlayStation 5. До сих пор, ребята, нигде не могу ее купить. Я не собираюсь переплачивать даже 50 евро. Я ее хочу купить за рекомендованную цену в 500 евро. И хочу купить с гарантией все как надо по официальному, знаете, статусу, так сказать. Я не собираюсь бегать как ошпаренный и покупать, например, PlayStation за 1000 евро. Оно мне нафиг не надо. Но вот, когда дойдет до этого, я очень хочу все вот эти игры протестить на PlayStation 5. Нигде в интернете я не нахожу этой информации. Где кто-нибудь тестит вот именно вот такие игры. Все тестят одно и то же. Как я уже несколько раз в моих видео говорил. Все тестят The Last of Us и одни из нас. И все тестят God of War. И все тестят Days Gone. То есть все тестят эксклюзивы. Я всегда много раз говорю и повторюсь. Зачем? Сто процентов. Все эти игры, они от Sony. Они все идут и будут идти отлично. Нужно тестить вот что-нибудь вот такое. Нужно тестить индюшатину. И вот когда у меня PlayStation 5 появится, ребята, я вас уверяю. У меня будут большие видео тестов, где мы будем тестировать именно индюшатину. Именно AA проекты. Как они там идут и что-то, мне кажется, мы сможем с вами найти. Знаете? Ой, много-много изъянов. Потому что эти игры, эти игры никто не улучшал для консоли PlayStation 5. А как вы знаете, там каждую игру, когда вы включаете по обратной совместимости, влазит надпись, что может быть эта игра будет себя как-то некорректно вести или еще что-то. И вот именно это я хочу протестить. Раз Sony нам такие надписи пишет, значит там что-то есть. Так что, ребята, обязательно этим всем займемся. Но сейчас у нас не про PlayStation 5, а про PlayStation 4 до сих пор. Так что, анима, Gate of Memories, The Nameless Chronicles. Вторая часть в какой-то степени однообразной игры. Но надеюсь, во второй части, как я уже сказал, они все ошибки, или как сказать, работу над ошибками провели и будет круче. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Badland Games DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вы понимаете меня, да, такое что-то вот непонятное И саундтрек, ребята, саундтрек на диске Sexy Brutal, саундтрек Сколько у нас здесь композиций? 23 23 композиции, значит, будет очень короткие композиции Здесь даже время не указано, но да ладно 2017 год, в 2017 году вот эта вот игра вышла на физносителе И до сих пор у меня её не было Я про неё знаю уже давно, но выловил именно сейчас Вот такой вот дисочек, опять же, повторюсь, очень приятно держать Диск в руках Так, этот дисочек опять у меня уходит в коллекцию дисков Аудиодисков Так что, ребятки, The Sexy Brutal Посмотрим, что это такое Диск Продолжение следует... 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 хоррор в манере Resident Evil тех лет. Очень-очень-очень рад. Так что, ребята, большое вам спасибо, что вы были со мной. Давайте вот так вот поставим. Большое спасибо, что вы были со мной. Будет следующий закуп. Я могу прямо сейчас уже сказать, у меня так уж получилось, так уж совпали звезды. Мне удалось купить 30 фильмов за очень хорошую цену на Blu-ray. Так что, скорее всего, будет когда-то одно видео, посвященное Blu-ray фильмов. Я отлично знаю, что не только я один смотрю фильмы и играю в игры, а еще много-много людей также, у которых есть несколько хобби. Так вот, для всех тех ребят, кому интересно про фильмы, хочу вас обрадовать. Скоро будет такое видео. Оно будет долгое, часа 2, наверное. Вы сами понимаете. Нужно будет сидеть и распаковывать 30 фильмов. Это все будет. И, конечно же, будет второе видео, посвященное PlayStation 4 играм, потому что, как я и вначале сказал, у меня их сильно много оказалось. Около 20 игр, если точно сказать, 18. И в следующий раз я также попытаюсь открыть 10 игр. Мы на них посмотрим, посмотрим на геймплей и все такое. Не стал я это все делать в одном видео, потому что все бы затянулось и для меня, и для вас. Ребята, большое спасибо, что были со мной, посмотрели на это все недоразумения, может быть, перемотками, может быть, перепрыгивали с чаптера с эпизода на эпизод. Это, как говорится, ваши проблемы. И еще раз повторяюсь, если не хотите смотреть, не заставляйте себя для галочки, знаете, чтобы как бы, о, хочу у Сереги, чтобы все видео просмотрены были. Были такие комментарии, что я смотрю каждое твое видео до конца. Я рад, но, ребята, смотрите, чтобы вам не надоело. Знаете, как говорится, всего понемногу в меру. Вот тогда будет хорошо и вам, и мне. Ребята, всем-всем благ. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok